Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дум, а диск с Думом я купил с третьим, естественно, когда первый Дум вышел, еще диски-то, наверное, не изобрели, да, странная поправка Купил, как только игра примерно вышла в том же 2004 году и поиграл в игру 10 минут и после этого полтора года где-то примерно в нее вообще не играл Она у меня лежала, радовала меня красивой обложкой, но я в нее не играл Если когда-нибудь начнется эта игра, я даже, наверное, объясню почему Эээ, ну... Как на Sega начало, е-мое Только там хотя бы оно скипалось Вот, более быстрая загрузка уровней, которую они обещали Ох, какой же красивый график оказался в 2004 году Это первая игра, которая на моей первой в жизни видеокарте начала лагать На NVIDIA 5200, мне пришлось играть на средних настройках И это, наверное, первый такой хоррор, который... Который был хоррор, прям совсем хоррор Потому что до этого мы только с другом на пловечке в резик играли Да Ну, прорисовка графики, конечно, я бы не сказал, что похоже на ремейк 2012 года Вот так смотришь, да, бывает, на игры ретро, какие они были раньше Сравниваешь с графикой, которую сейчас думаешь Ёб твою мать, на что я время тратил Уж лучше бы я тогда деньги зарабатывал, а сейчас бы дома сидел, чисто играл в новиночки И главное, лет через 10, а также будете думать и... Когда вообще там в виртуальную реальность изобретут Особенно будут жалеть это любители Майнкрафта Хотя нет, любители Майнкрафта, они же не графодрочеры, они просто дрочеры Дрочеры-кирки и вообще бессмысленного, бессмысленного игрового процесса Главный герой тем временем все-таки прибыл на Марс Времени прошло от запуска игры до этого момента столько, что действительно можно было Может было реально до Марса долететь, наверное Очень тогда расстроило, да, что нету русской озвучки, но на ту пору, в общем-то, русская озвучка была мало где вообще Значит, предыстория, почему я не играл в эту игру сразу Надо начинать с далекого детства, когда случайно маленьким ребенком я в телевизоре увидел фильм про зомби Мать его, зомби, да, до этого я тоже смотрел фильм ужасов Кошмар на улице Вязов, Дети кукурузы, всякие, да, было страшно, но я смотрел Ну, согласитесь, что Фредди Крюгер, он действительно детский ужасник, его можно детям показывать Ну, конечно, если вы не брезгутите кровью Там больше-то страшного ничего нету Такая слабенькая-слабенькая нагнетание атмосферы, ну, в общем Ноябрь месяц безопасности Ну, в общем, я как-то пережил несколько частей Кошмаров на улице Вязова, что-то там из Пятницы 13-го Исполнитель желания и все эти фильмы Тех стародавних времен, Зубастики Гремлины, блин Пауки-убийцы Кстати, а какие вообще, а какие вы помните? Эти ужасники с СТС и с начала двухтысячных Газонокосильщик, но это не совсем ужасник Кровавая жатва вышла уже, как раз, по-моему, тоже в 2004-м году Первый такой ужасник, самый кровавый, какой я в жизни видел На ту пору Хит-парад фильмов ужасов Да-да-да-да-да-да-да, морпех-морпех-морпех-морпех Что-что надо-то? Вот, кровавая жата Потом много фильмов по Стивену Кингу Тогда пытались снимать Но все они были тупым говном Если это не Зеленая Миля, там, допустим Там, типа, всякие Останься со мной И вот это вот Малобюджетное кино по Стивену Кингу Но как бы хорошо Стивен не писал Но фильмы были Вот, а что еще, значит, какие там Ужастики А, байки из склепа тогда зажигали И мой любимый вообще фильм из этого цикла Это Рыцарь Дьявол Где там в дверной проем надо было капать каплями крови И туда не могли пройти демоны воскрешившие Вот демоны, опять же, очень на зомби похожи От заката до рассвета тогда казался фильмом ужасов Ну, вампиры, в принципе Там такие путевые были А еще из байка из склепа С детства запомнился фрагмент Где полицейский бандита Наручник им к себе приковал И умер в пустыне И вот полицейский потом его руку Значком отковыривал То есть Значок поставил, камнем по значку полицейскому бил И ему так руку Типа ампутировал Кстати, заметьте, что нету субтитров К вот этим речам заставочным Их раньше не было Поэтому я, в общем-то, не в курсе этого сюжета игры Помню только, что меня расстроило Когда какой-то босс был Где у между ног у огромного демона выходишь То есть до этого был нормальный хоррор На Doom вообще не было похоже Ах, ты меня напугал, нигра Что с ты, черный ты такой? Чумазый До этого, то есть Doom, какой был? 2D на ПК Все это знают Ни для кого это не новость Зачем эта функция Открыть став, не закрыть Став не надо для красоты Но, тем не менее, она добавляет атмосферу Вот вообще моя Любимая игра в мире Пиздить индейку Очаровательно, не правда ли? Кассетам Вот Фактически вот он Doom 2 на экране Вот он как выглядел Doom 1 так же Только это еще хорошо нарисовано Там-то пиксели были такие, что Сейчас на моем 24-дюймовом мониторе Поместилось бы 3 пикселя Из игры Doom 2 3 пикселя 6 3 сверху 3 снизу Ну так вот И как-то раз Я случайно наткнулся на Фильм про зомби Его смотрела мама Я помню один единственный фрагмент Как Я маленький бунтарь Пошел в жопу Как Какой-то пацан У папы на работе Зашел в дверь В которую ему папа Заходить никогда не велел Прыгать на правую кнопку мыши Да, есть такая шляпа Здесь Смотрите у него Морды лица Отсутствуют Была бы эта лошадь Я бы ее пристрелил Но они что-то Ничего с ним делать не хотят Странные ребята Ну так вот Парень туда зашел Там какие-то крики Вопли Открылась дверь Выкатилась какая-то Обглоданная кость И прошли десятки Пар ног Шатаясь И заплетаясь Спотыкаясь Вялые Мужские Женские Такие шагали Шаркая Просто невозможно Это был первый фильм Который я видел Про зомби В жизни С тех пор Зомби Где-то на подсознательном уровне Стали вызывать у меня Не то что страх А напряжение Ягодичной мышцы Скажем так Даже вот когда В Resident Evil играл Во второй С другом Там зомби Кто знает Тот помнит Кто не помнит Тот знаете Зомби Не всегда бегали Зомби Ходили медленно Вытягивая руки Стонали громко В мультфильме Про Resident Evil Это назвали Песнь мертвых Когда весь город зомби Издает этот звук Ужасный Вот этот В Resident Evil 2 И Resident Evil 3 Очень хорошо С этим звуком Было там Не прекращающаяся Когда герой на улице Не прекращающаяся Просто какофония Вот этот Хор мертвых Наводил ужас И сам факт Что Ну как бы Что зомби Тебя догонит Если Ну то есть Если ты его не убьешь Хоть он медленно ходит Но он к тебе приближается И вот тот факт Что он сейчас приблизится И тебя схватит Не важно даже Если он миллиметр Здоровья отнимет Просто сам факт Что к тебе приближается Мертвый зомби Вгонял меня Знаете В такое Напряжение Немоверное Вот И в этой игре В один прекрасный момент Я дошел И увидел Что здесь Не демоны Мои враги А зомби Бледные Страшные Еще и Блин От первого лица Их всегда хорошо Крупно видно А фонарик Одновременно с оружием В думе Почему-то не юзался Уборная Никто не серит Вот И я играл Не стал играть В нее Летсплеев Тогда еще Никто не придумал Жаль Я мог бы быть первым Сейчас бы я уже Был популярнее Чем 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 Пипью Дай Пипью Блин Вот То есть И потом Даже потом Через какое-то Большое время Я играл в эту игру Следующим образом Сначала В любую Темную комнату Сперва Заходила Моя граната Там Раздавался Взрыв То есть Разведка Проведена И потом Уже Заходил Туда я Непонятно Правда Робот Меня проводил Практически В начало Уровня Раньше Я не замечал Этой фигни Раньше Все было Прекрасно Но теперь Действительно Я прошел В один Конец Этой базы Вернулся В другой Но Раньше В то время Это не вызывало Каких-то Вообще Нареканий У нас Half-Life 2 Помните Игра Сколько Начиналось Там По-моему Минут Десять Надо На трамвайчике Ехать Что Случилось Классно Вы тоже Это Видите Вот Это Да Вот Это Переиздание Хрен знает Каким чудом Но в этот раз Вроде Проканало Игра Чуть не Закончилась Раньше Времени Правда Даже Блин По газбубнам Тут Приплясывал Забыл О чем Говорил Вероятно О зомби Ну так Вот И видимо Что С тех пор Где-то На подсознательном Уровне Нет Это Я уже Тоже Говорил Не Ну Конечно Со временем Теперь Пугают Зомби Которые Выскакивают Быстро И резво Да Как В 28 День Спустя Я не Увидел Что Человека Который Был Над Фильмом 28 День Спустя Или 28 Недель Спустя Не Отложил Пару Кирпич Досов Наргих Нормальных Потому Что Там Действительно Они Бегают Орут Все Быстро Ты Меня Выбудешь Какая Свет Нет Пистолет Такой Тоже Не знаю На Пистолет На Пистолет Кстати Кстати Я тут Научился Короче Приколу Можно Убивать Мирных Как вам Не знаю Что это Дает Возможно Ничего Но Я Тогда Верил Твердо Что Будет Меньше Зомби На Обрат Смотрите Видите Нельзя Нельзя В него Ничего Сделать А Мы Мимо Стреляем Стреляем Мимо Резко Дергаем Прицел И Человек Готов Я Надеюсь Что Никто До Этого Не Показывал Я Могу Полным Име Полное Право Говорить Что Это Мое Нахуя В смысле Ноу Хау А Ещё Один С кем Он Разговаривает Кстати Если Два Раза Выстрелишь Здесь Труп Чего То На Молекулы Распадается Я Буду Знать Я Буду Такой Псих Я Всех Своих Перемудошу Тем Больше Что Все Рано Они Потом Вернутся Настяжение Были Отключены Потому Что Была Включена Консоль Ну И Чё Первый В мире Айпад Люди Увидели В игре Дум 3 Какой Ход От этого Ящика Где-то Должен Был Быть Нет Не Помню Кстати До Того Время Очень Оригинально Здесь Вот Эти Консоль С Ввод Цифр Очень Необычно Не смотрелись В принципе Здесь И сейчас Все Смотрится На уровне Малобюджетного Хоррора Для Окулус Рифт По физике Да Не правда ли Фонарик А Во Вот В этом Дополнении Фонарик Включается Отдельно Вот Вот Уж Спасибо А раньше Фонарик Был оружием А он Доставал Большой Полицейский Фонарь Светил И Бил Если Надо О Смотрите Солдат Сидит Это Было Трудно Но Я Его Убил На Нахер Развались Шалава А у Него В Книге Пароль От Шкафа По-моему Нет Хрен Он Знает Ладно В принципе По началу Игры Все Враги Будут Умирать С одного Выстрела И Это Круто Все Что-то Что-то Прямо Просто По-моему Это Один Из Таких Самых Персонажей Которые Могут Нагнетать Реально Нагнетать Атмосферу Именно И Зря Вот Делают Где Игры Где Зомби Быстрые Где Они Это Они Зомби Это Они Должны Нагнетать Они Вот Именно Должны Медленно Ходить Мычать Как Старые Добрые Олдскульные Времена А Скирали Это Зомби Такой Живучий Это Прямо Чемпионский Зомби И Вот Я Не Жале Патронов Всех Добивал Чтобы Они Я Твердо Верил Что Рано Или Поздно Кто Из Них Встанет Моей Спиной И Схватит Меня За Задницу Патронов И Гранат Я Не Жалел Тем Заня Заня Грав Дум Еще По 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 Моему Здесь Нет Смысла Стрелять Зомбарям В голову Как В любой Игре Где Враг Не Умирается Но Выстрел В голову Значит Можно В голову Вообще Не Стрелять А Сейчас Рука Рука Да Согласитесь Что В третьем В третьем В третьем Фоллауте Можно С равным Успехом Прострелить Голову И Отстрелить Он живущий Хрен И Оторвать То есть Ногу Так же Выстрелами Вся фишка Это Критические Выстрелы Но Не Обязательно Наносить По голове А здесь Вообще Смысла Нету Нету Ни критических Выстрелов Ни ваншотов В смысле Ваншоты Из хорошей Пушки Может И вас Вот Сука Но Хочется Все равно В любом Шутере Стрелять Врагу Именно В жбан Да Думаешь Че Лох Какой Я буду Стрелять Сука В голову Ха Кроме Dead Space Это Наверное Единственная Игра В мире Думаю Что Dead Space Где Рекомендация Стрелять По конечностям Но Не В башку Башку Стрелять Смысла Нет Лучше Оторвать Ногу Руку И Еще Что Нибудь Лучше Учить Целиком Заморозить И разбить То есть Оригинально Оригинально Блин Вот Что я подобрал Хера узнаешь Что я подобрал Но возможно Теперь откроется Конечно Я тебе помогу Я сбавлю тебя От стараний И ты сдохнешь Быстро Чем Чем Тебе Будут Жрать Вот Интересно Если Смерть Более Мучительная Чем Быть Заживо Съеденным Зомби Наверное Заживо Сгореть Если Только Хотя Не знаю И проверять Не очень Хочется Кстати Забавный Опрос Когда ты Проводил О бля Здрасте А что Это За засада Такая И все Лысые Су Скинхеды Напали Я же Тоже Белый Почему Вы На меня Нападаете Что Я Вам Сделал Вот Проводил Вопрос Среди Любви Какой Какой Вы Хотели Ну В преддверии 2012 Года Конечно Какой Вы Хотели Чтобы Был Конец Света Обещанный Наводнение Как В фильме Водный мир С Кивеном Костнером Армагеддон Что Постапокалипсис Какой Угодно Постядерный Постармагеддон Метеоритный Или Нашествие Зомби Ну Там Еще Какие Варианты Были Прикольные Типа Война С Марсом Погаснет Солнце И жить Как В фильме Побег Город Эмбер В подземном Городе На электробатареях То есть И Солидным Отрывом Победило Нашествие Зомби Но Это Все Конечно В основном Благодаря Ходячим Мертвецам Потому Что Они Вжало Вжало Вернули Популярность Зомби Потому Что До Этого Лямку Зомби Тянул Только Джордж Альфред Или Как Джордж Ромеро Короче Режиссер Двухметровый Такой Который Снимает Малобюджетки Про Зомби Всякие Типа Ходячие Мертвецы И прочее Не Ходячие Мертвецы Дневники Мертвецов На Которые Мы Ходили В кино Когда Ужасный Фильм В смысле Ужасный Не страшный А ужасный Гавна То есть Но когда-то Режиссер Ромеро Со своими Зомбарями Активно Котировался Снимал Фильм В год Там Как зомби Типа Там В смысле Люди В торговом Центре От зомби Спасались И вот Это все Ну я уже Не помню Как они Назывались Но это Был верный Адепт Культа Зомби Единственный Кто вообще А Был В зомби Влюблен По-настоящему Из режиссеров Остальные Как-то равнодушно Снимали Оборотни Вампиры Там Такая фигня Это все было А зомби Только вот один Но После этого Опять же Зомби Выходили только Такие Как в фильме 28 дней спустя То есть Какие-то Непонятные В большинстве И вот Уже Сериал Наконец-то Входящие Мертвеходы Как их там В любительской Зучке Называется Взялся Взялся За дело И поднял Зомби С колен Теперь Зомби Полюбили Все Но еще Правда Активно Способствовали Игры Про зомби Такие Как Left 4 Dead Left 4 Dead И все его Клоны Типа Клингфлура Но Левка Наверное Все-таки Больше всего Вот И имеем То, что Имеем Зомби Наконец-то Возымели Должную Популярность Но Уже Опять же Да Загибал Сериал Сериал Превращается В нудотину От сезона К сезону И все Никуда Не ходят Все сидят Что-то ждут Там Какой-то Погоды У какого-то Море Там То на ферме Весь сезон То в тюрьме Два сезона То есть Скатывается В уныние Фильм про зомби Должен быть Обязательно Таким Путешествием Там Сям Ходишь Смотришь Как Смотришь Какими становятся Люди В условиях Постармагеддона Сериал Преследует Видимо цель Сбора Оскаров За драматическую Составляющую Лучшая игра Этого Эндрю Линкольна Блин Сколько он Задолбал Уже Слезы Проливая Проливая Он плачет Чаще Любого Эмобоя В 2000 Постоянно Весь У него Такие взгляды Страдальческие Чего бы ни Случилось Все ему Там тяжко Все ему Там плохо Черт Где Брутальные Мужчины Брутальную Лямку В жало Тянет Дэрил Диксон Бесспорно В этом сериале Единственный Кто реально Делает Какие-то Движения Ну Для чего Интересно Что Переизданием Дума Занялась Теперь Бесесда Но Она Вообще То Была Задействована Еще По моему Если не В разработке Третьего То Принимала Какое-то Участие Вот В этом Ремейке 2012 Года Третьей части Точно О Блять Сука Они еще Способны Напугать Несмотря на то Что это В принципе Больше шутер Чем хоррор Но все равно Местами они Резко Выпрыгивают Блять Сука Хорошо Когда есть Чем Разможить голову Своему врагу Сейчас хорроры Как-то выходят Больше Знаете Они Что Инди Что От Ластеры От Ред Баррлса Они Я уже Говорил об этом Они Как это Сказать Но Безоружные То есть Поначалу Этот Вот эти Хорроры Где нету оружия С непривычки Вызывали Да Дополнительный эффект Понятно Сука Что Каждый уровень Перезапускать Надо Ну да Вы не поверите Присесть на С Давненько Не видел Игр Где надо Приседать На С Вот В таких Играх Как Dead Space Дум И Silent Hill Иногда Стоит задача Вовремя Среагировать На ситуацию Да То есть Не просто Испугался Завизжал И убежал А Среагировать И убить Противник То есть Суметь Защитить Себя И это На самом деле Острее Ставит вопрос Хоррора На мой взгляд То есть Не верещать Там Не разыгрывать Сцены адского Испуга А что-то Реально Надо делать Когда на тебя Нападают То есть Ты не издалека Будешь этого зло Разглядывать А ты подойдешь Видишь его в упор И будешь с ним сражаться Деваться туда некуда В основном Или хотя бы Выбор давать То есть Драться Или убивать Я не понимаю Вот эту сюжетную часть Этих игр Как бы я не любил Аутласт Но блин Почему главный герой Не может оторвать От стула Ножку И носить ее с собой Почему он не может Хотя бы Некоторых Некоторых психов Убивать Зачем он от всех Прячется Нападай сзади Нападай со спины Я не знаю Вопрос о твоей жизни Что-то надо делать Почему только убегать Самые Уже давно доказано Что люди В экстремальных ситуациях Открывают в себе Сверхчеловеческие силы Способности То есть Некоторые Пять минут Под водой Дышат Когда В реальной жизни Курильщики Могут дышать Только одну Некоторые Не знаю Становятся Друг с того не с сего Сильными Очень Если что-то придавило Они поднимают Какие-то Невероятно Многотонные Конструкции Чтобы освободить Свою конечность Некоторые Там Был случай Еще по радио По-моему Рассказывали Или кто-то Мне говорил Откуда-то Убежал заключенный За ним гнались Собаки Он так Испугался Этих собак Что с разбегу Перепрыгнул яму Ширина которой На тот момент Была Больше чем Рекорд Прыжков в длину На олимпийских играх То есть разбежался И перелетел Потом просили повторить Сказали что Скостят срок Не смог Потому что Не было того адреналина Который толкнул его Жопу вперед Да я в общем-то Честно Сам такое видел У нас в школе Еще очень давно Учился парень Такой Не сказать что он дурачок Он учился Он хорошо учился Но все равно Он был как Немножко не от мира Сего Такой Аутист Лайт Он был Ну в принципе Высокий Он был толстый У него было Вечное освобождение От физкультуры То есть ну Силушки богатырской Явно взяться не было Не оттуда было Если конечно Ты там Не знаю Никак там Степан Семен Или как там Поддубный И ты там Не рожден Сверхсильным человеком Вот Но как-то Разгопник Какой-то Из парельного класса Все таки Нашего Гиганта Добродушного Доканал Не знаю уж Чем он его обидел О Слушайте Зомбаки Мычат И ходят Где-то Завораживает Согласитесь Он еще и без головы Вот не знал Что без башки Да ёб твою мать Не говорю Амперезарядка Конечно И вот Наш этот одноклассник Не буду говорить Как его зовут А то узнает Еще меня побьет Схватил этого хулигана Как это сказать За грудки А еще тогда Только-только Ввели эти Снова в моду Пиджаки Школьные Форма Схватил его За шиворот И оторвал от пола Прикиньте Один пацан Другого пацана Это же Классно На седьмой Или восьмой Это же Просто Бицуха Бицепсы Должны быть бешеные У человека У которого Освобождение Физкультуры Оторвал его от пола И стоит Трясет То есть Реально Тот чел Из того чела Сразу посыпалось Говной кирпичи И начала Еще душа Высыпаться Сразу Не только С перепугой Но еще У него просто Голова болталась Как у куклы Оторваны Реально У нас Трясет Тут же Кинулись Ах ты Запоздала Одноклассники Того пацана Кинулись Все это дело Разнимать И вот На нашем богатыре Повисло Три человека Я клянусь Трое на нем Висели По одному На каждую руку Один на спину Залез И они просто Не могли Оторвать Этого Добродушного Товарища От хулигана Вот такая Вот фигня Вот и дразните Ботаников После этого То есть Чувак Тупо Психанул Упала Забрала И не знаю Откуда взялась Такая чудовищная Сила Чтобы Потом его Просто тупо Все боялись Уже после этого Раз и навсегда Чел всем показал Кто Кто там Царь зверей На самом деле Ну вот А в играх Типа Это Пенумбра Этот Амнезия Аутласт Слендер Герои Они какие-то Пассивные Они не пытаются Бороться за свою жизнь А Умер за стеклом Я видел Нифигасся Я думал Ты от дробовика Улетишь Улетишь обратно На землю Странно Как получилось Слушайте Раньше тут не было Столько Столько солдат Мне кажется Это атрибут Переиздания Раньше в основном Зомби ходили Поначалу Но солдаты Тоже Они просто Солдаты Они просто Зомбированные Но по ним Этого не видно Они в броне А вот когда У зомби Нету головы Вот этих Горящих Тоже Я не помню Раньше Раньше игра Была более Зловещая Ну О как Разморжил 90% Этой зловещести Выписывалось На то Что Тогда игра Была Самая темная Вообще Ничего темнее Дума третьего На тот момент Не существовало То есть вся игра В темноте И дико У всех Просто бомбило От того Что фонарик Фонарик Не совмещен С ни с каким стволом То есть Либо ты светишь Либо ты стреляешь Я регулярно ходил Стрелял Подсвечил себе Выстрелами Из дробовика По моему Из чего то Есть оружие Которое С такой Со вспышкой Стреляет То есть Ну потому что Нафига мне фонарик Я лучше умру С автоматом Чем С автоматом В темноте Чем с фонариком На свету Блин Безоружный Произошла тут Мега Мега Драка Как бы Ааа Придесантник Не могу поверить Что ты жив Я вот тоже По английски Что то знаю Но теперь Он говорит По моему На латыни Вот Зачем я Значит Вообще Снимаю Это видео Ну Во первых Потому что Скучно Фейбл Я наигрался Во вторых Я Ну Блин Откратно Не хочу Полностью Проходить Третий Дум Он не такой Уж Хорр Не такой Уж Спустя Десять лет Он не так Уж Интересен Ну Сказать Показать Его Тем не менее Хотелось Высказать Какие то Какое то мнение Об этой игре Я еще Думаю Не раз буду Записывать Какие то игры Которые меня Впечатлили В прошлом Десятилетии Именно От меня Лично Лично Меня Не кого то Почему закрыто Пустите А ну да Опять цифры Я не помню Где их надо брать Где то они В этих файликах Галимах Аудиорепорт 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 Аддиорепорт Аддиорепорт А в почте По-моему Сара Не сара Видеодиски Инвентарь Ну ладно Какая в общем Разница Я думаю что Видосик подходит К концу Я думаю что Вполне возможно У кого то На ностальгической Волне Появится желание Пройти Дум 3 Хотя Летсплеи Сейчас Абсолютно Всех игр мира Существует Давным-давно Выложены Даже Дина Крайзис Олдскульный С какой бы он то Вообще Графикой Древней Не был Запилен От и до Всякими Энтузиастами Существует Существует Время 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 Сарджан Тайсон От Может Может Мне надо Туда Откуда Он Пришел То есть Сейчас Трудно Кого то Удивить Какой то Игрой Все Все Знают Все Все Смотрели Остается Только Уповать На то Что Ты Реально Особенный Лучший И поэтому Можно Лепить Одно И то же Вместе Со Всеми Равни Наряду Так И все Так Я тут Уже Был Непонятно Почему У меня Из-за Спины Выбежали Да Вот Спустя Конечно Когда Лет Так На 15 Повзрослел Спустя Этой Игры Не Ну Сколько Больше Десяти Лет Допрошло Конечно Эта игра Выглядит Просто Как Оголтелый Шутер И больше Ничего Но Шутер По-прежнему Отличный Я надеюсь Что Как бы Странно Не звучало Что Bethesda Из ремейка Из переиздания Из следующей части Дума Я не знаю Ходит много Слухов Переиздания Это будет Ремейк Перезапуск Серии Или что-то Еще Я просто Надеюсь Что Bethesda Выпустит Именно Такой Дум Знаете Horror Лайт И при этом Шутер Шутер Стайл Блин Мне кажется Они бесконечные Я иду явно Не в ту сторону Они все время Откуда-то появляются Вот То есть Совсем в хоррор Тоже удаляться Не надо Да я думаю Что в принципе Игра В которой есть ствол Она до конца Сто процентным Хоррором И не будет Пока ты можешь Убить своего врага Уж как бы Не любил Dead Space И каким бы Крутым хоррором Он его не считал Все таки Он тоже Скатился в шутер В оголтелый Шутер Он ли Особенно Когда Сдвоем С кем ты играешь По сети Пропадает Вся Вся Атмосфера Хоррора Все Я заблудился Абсолютно Не знаю Куда идти Раньше Конечно Нашел Мне кажется Туда Где мне Майор Что-то говорил Туда И там И надо было Оставаться Я думаю Он открыл мне Дверь Или что-то еще Карты Конечно же Здесь нет Ни хрена Нет Казалось бы Игра линейная А вот Падишь ты Заблудился Таки Ну как говорится Свинья Грязь найдет Так вот Топографический Гений Тоже найдется Хитрый Хитрый Лабиринт Из которого Хрен Найдет Выход Я че Не отсюда Сейчас Пришел Что Открывай Двери Нахер Сзади Кто-то За Это Против Меня Робот Или За Меня Он Вообще Это Мой Единственный Хоюник В этой Игре Но я Могу Расстрелять И Убить Что Самое Печальное Вот Я лучше Встречусь Со Врагом Который Будет По мне Стрелять Чем Со Врагом Который Будет Страшно Стонать У меня За Спиной Поэтому Я так Дико И Раш Вообще Лучше Когда Врага Видишь Визуально Чем Когда Знаешь Слышишь Что Он Где-то Есть Но Не Вижден Именно На Это Рассчитывает Амнезия Когда Шпарит Свои Страшные Страшные Звуки Но При Этому Враги Появляются Редко Редко Тоже Стиль Чего В принципе Зачем Друг друга Копировать Если Можно Делать Разные Игры Да И В самом Конце Концов Люди Все Боятся Разного Я Не Утверждаю Что Зомби Самая Страшная Фигня Для Всех И Все Должны Снимать Фильмы Только Про Этому Кто-то Возможно Панически Боится Привидений Кто-то Боится Оборотней И Вампиров В лице Джейка И Дай бог Нет Нет Не хочу Помнить Как Его Звали От этого Вампир От этого Блять Эдвард Сраный Кто-то Может Их Боится Не знаю Всякое Бывает Я уж Молчу Что Все Боятся Поголовно Пауков Допустим Но Про Пауков Игру Да Хер Сделаешь Да Не знаю Даже За что Я Хотел Назвать Эту Игру Хоррором За что Я считал Хоррором Сейчас Шутер Мутер Блин И ничего Такого Но Всему Виной Переиздания Они Сделали Просто Боевик Настоящий Практически Практически Такой Как Был Дум До Этого Просто Вот Он Уровень Вот Враги Иди Херач Не Где-то Зомби Все-таки Стонут Секар Секарашка Мой Друг Секарах Всех Отстрелял До Того Как Я Увидел Даже Да Ну В таких Условиях В принципе Игру Эту Можно Пройти Часа Я Думаю За Два С Половины Она Не Очень Длинная Если Так Посмотреть Если Знаешь Бежишь Идеально Всех Расстреливаешь Ничто Тебя Не Задерживает Ничто Не Останавливает Игра Пройдется Очень Быстро В лед Нету Каких Сложных Боссов Тут Нет В общем То Ничего Из Того Что Вызывает Какие Затруднее Кроме Как Попытка Напугать И Именно Хоррором Связать Твое Продвижение Вверх Ну Вот Так Так Было Раньше Сейчас Уже Все По Другому Конечно С Прошедшего Время Вот Опять Логанула Графика Опять Надо Перезапускать Игру Но На этом Я думаю Что Уже Достаточно Просто Надеюсь Вам Поздрялась Экскурсия В 2012 Год На самом деле Четвертый Надеюсь Все Что-то Вспомнили Все Ностальгически Ладно Дедушки Пошаркали Тапочками В сторону Кроваток Походу Нас ждет Кресло Качалка Кроссворды Что там Еще Шахматы Ну А молодежь Ждет Майнкрафт Ха 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 Ха